Привет, ребята! Я Ирина Коновалова, репетитор по биологии сайта Степенин.ру. Разбираемся в новинках ЕГЭ 2022 года. Сегодня у нас в повестке дня то, чем нас пугали до основной волны ЕГЭ 2022, и то, что там реально в итоге появилось, задача на псевдоутосомное наследование. Давайте разбираться, что же это за псевдоутосомное наследование такое, и как решать такие типы задач. У человека на XY-хромосомах существуют псевдоутосомные участки, которые содержат аллели одного гена, и между ними происходит кроссинговер. Давайте разбираться. На самом деле, когда мы с вами решали на курсе задачи на сцепленное с полунаследование, я там еще об этом упоминала, то есть смотрите, XY-хромосомы, они большей частью не гомологичны друг другу. Но, так как им в миозе надо как-то конъюгировать, у них есть гомологичные участки, именно этими участками они будут конъюгировать в миозе. А раз они конъюгируют, то там может происходить кроссинговер, и в целом все как обычно. То есть смотрите, как это устроено. Вот он псевдоутосомный участок 1, то есть тот участок, на котором XY-хромосомы гомологичны друг другу и могут конъюгировать, то есть слепаться в миозе. И есть псевдоутосомный участок номер 2, он находится вот здесь, на других концах хромосом, и точно так же они могут этим участком конъюгировать, потому что на данном участке они тоже гомологичны друг другу, то есть они могут слепаться в миозе. Ну и когда я искала для вас картинки, у меня возник вопрос, а как же они конъюгируют на двух участках одновременно, если они такие разные, X-хромосома длинная и Y маленькая. В общем, оказалось, что есть облигатный участок для конъюгации, и это участок номер 2, то есть вот здесь они конъюгируют миозе всегда, в каждом миозе, и там каждый раз происходит кроссинговер. А на псевдоутосомном участке номер 1 эта конъюгация уже происходит опционально, не в каждом миозе, но я надеюсь, что вам эта информация для решения задач никак не пригодится. То есть обычно они конъюгируют именно все-таки одним каким-то участком. Дальше. Почему он называется псевдоутосомный? Потому что они конъюгируют миозе, там происходит кроссинговер, и там все то же самое, что во всех неполовых хромосомах, то есть в аутосомах. И задачи будут решаться точно так же, как если бы эти гены, которые сидят в псевдоутосомных участках, сидели бы просто в аутосомах. И есть участки хромосом, на которых они не гомологичны друг другу, вот они показаны светло-зеленым, то есть здесь сидят гены, сцепленные с Х-хромосомой, и этих генов нету на У-хромосоме. Здесь сидят гены, сцепленные с У-хромосом, и их нет на Х-хромосоме. И есть еще задачки на наследование генов, сцепленных с У-хромосомой, то есть которые передаются только от отца к сыну, и проявляются только у мужчин. И мы с вами на курсе такие задачки решали. Именно на этом участке сидят гены, несущие перепонку между пальцами, гены гипертрихоза, и что-то там еще такое у нас в задачке было. Если что, вы можете ее пересмотреть, мы вам ее тоже в это видео добавили. Ну а вот на этом участке сидят гены дельтонизма, гены гемофилии, гены ихтиоза, и вот то, что мы с вами уже видели в задачах, сцепленные с полом наследованием. В этой задачке рецессивная мутация в одном из таких генов, то есть в гене, расположенном именно на псевдоутосомном участке, произошла мутация, которая приводит к мезомиелической дисплазии Лангера. Это такой вариант карликовости, вам здесь не нужно обращать внимание на его сложное название, не отвлекайтесь. Итак, важно что? Что он сидит на псевдоутосомном участке. Я здесь его нарисовала примерно здесь, я не знаю, где он конкретно расположен, и для решения задачи нам это не важно. Важно именно то, что он сидит на псевдоутосомном участке. Здесь я нарисовала его другой аллель рецессивный, на Y-хромосоме. То есть между ними может происходить кроссинговер. Вот это держим в голове. И то, что на Y-хромосоме его аллель тоже есть, что несколько необычно для нас, тоже держим это в голове. И решаем задачку дальше. Дано мы, кстати, можем сразу записать. Если здесь рецессивная мутация приводит к этой дисплазии, значит, доминантный аллель – это нормальное состояние скелета, а рецессивный аллель – это дисплазия лангера. Поехали дальше. Эта дисплазия лангера сопровождается аномалией развития скелета. Доминантный аллель, сцепленный с X-хромосомой, то есть сидит в светло-зеленом участке, именно сцеплен с X-хромосомой, определяет развитие фосфат-диабета, то есть витамин D-резистентного рахита. Он сидит здесь. Я его примерно где-то тут нарисовала. Опять-таки, я не знаю, где он точно расположен. И это нам не важно. Нам важно то, что его нет на Y-хромосоме. И запишем дано. Доминантный аллель несет фосфат-диабет, рецессивный аллель, значит, несет норму. И еще хочу обратить ваше внимание на такой термин – гемизигота. Гемизигот нам называется диплоидный организм, у которого имеется только один аллель данного гена. То есть у мужчин вот этот ген B будет находиться в гемизиготном состоянии, потому что у них одна X-хромосома, соответственно, один аллель данного гена. И он проявляется в любом случае. Он проявляется и в доминантном состоянии, он проявляется и в рецессивном состоянии, потому что он один. Ну а, соответственно, у женщин две X-хромосомы, и дальше надо смотреть уже. Он там может быть в гемизиготном состоянии, может быть в гетерозиготном состоянии. Эти термины мы с вами уже изучали. Спасибо, что продолжаете смотреть это видео. Если считаете, что нам надо снимать еще, подпишитесь на канал. Так мы поймем, что наши усилия не напрасны, и продолжим снимать новые ролики. Женщина, в семье которой не было случаев указанных заболеваний, вышла замуж за мужчину с фосфат-диабетом, мать которого страдала дисплазией Лангера, а отец был здоров. Запишем скрещивание сначала в фенотипах. Давайте разбираться с женщиной, в семье которой не было случаев указанных заболеваний, то есть мы можем предположить, что она гомозиготная по обоим этим признакам. То есть у нее два нормальных аллеля гена развития скелета и два нормальных аллеля вот этого гена, который отвечает за возможное развитие фосфат-диабета. Что касается мужчины, его мать страдала дисплазией Лангера, отец был здоров. Разбираемся с отцом. У него есть нормальная аллель развития скелета, который сидит на Y-хромосоме, которую получил мужчина от своего отца, и мы не знаем, какой аллель гена А у него сидит в X-хромосоме, но для решения задачи нам это не важно, потому что мы знаем, что мужчина-то от него точно получит Y-хромосому. Дальше давайте разбираться с матерью. Мы знаем, что мужчина страдает фосфат-диабетом, и ген фосфат-диабета он точно не мог получить от отца, потому что от отца он получил Y-хромосому, а этот ген сидит в X-хромосоме. То есть ген фосфат-диабета он получает точно от матери. Значит, мать страдала не только дисплазией Лангера, о которой нам сказали в условии, но и фосфат-диабетом тоже. Запишем ей фосфат-диабет, подберем ее генотип. Мы не знаем, какой у нее был второй аллель вот этого гена, но нам важно то, что мужчина получит именно вот эту хромосому, несущую ген фосфат-диабета. Разобрались с генотипом мужчины. Поехали дальше. Запишем гометы. С женщиной все просто. У нее образуется только один тип гомет, потому что она дигомозиготная, то есть гомозиготная по обоим признакам. Что касается мужчины, у него образуются некроссоверные гометы, то есть те, в которых гены сидят так же, как сидели в хромосомах, которые он получил от родителей. И не забываем, вот тут в таких задачах важно просто на автомате не решать, а вспомнить, что это был гомологичный участок половых хромосом, там будет происходить кроссинговер. Важно не забыть, мы помним, кроссинговер происходит, и запишем кроссоверные гометы. У него получается Х-хромосомы, на которой сидят аллели А большое и Б большое, и У-хромосомы, на которой будет сидеть аллель А маленькая. Кроссоверные гометы. И потомство. Я здесь сразу объединила потомков в группы. У него получаются два варианта девочек с такими генотипами, у которых нет дисплазии лангера и есть фосфат-диабет. И два варианта генотипов мальчиков, у которых нет дисплазии лангера и нет фосфат-диабета. Родившийся в этом браке гетерозиготный сын без указанных заболеваний. Гетерозиготный, он, естественно, будет по гену А, потому что ген Б у него находится в гемизиготном состоянии, мы его здесь не смотрим. То есть вот этот генотип сына, который нам нужен дальше. Сын без указанных заболеваний, его генотип мы посмотрели, женился на здоровой женщине, отец, который болел дисплазией лангера, но не имел фосфат-диабета, а мать была полностью здорова. Раз мать была полностью здорова, мы запишем такой же генотип, как у женщины из первого скрещивания. Отец болел дисплазией лангера, не имел фосфат-диабета, и запишем его генотип. Получается, у него два рецессивных аллеля вот этой дисплазии лангера, и так как у него не было фосфат-диабета, у него рецессивный аллель гена Б. Разберемся с генотипом женщины, здесь все просто. Одну хромосому она получает от матери, и хромосому вторую она получает от отца. Дальше запишем гаметы. У женщины образуется два варианта гамет. Тут тоже будет происходить кроссинговер, но при кроссинговере здесь ничего интересного не происходит, потому что будут образовываться точно такие же варианты гамет. Поэтому мы здесь отдельно кроссоверные и не кроссоверные гаметы не расписываем, они совпадают. Что касается мужчины. Здесь поинтереснее. У него образуются не кроссоверные гаметы, и у него образуются еще и кроссоверные гаметы, потому что он гетерозиготный по гену А. Запишем кроссоверные гаметы и запишем потомков. Попарно объединяем гаметы. Я здесь с целью сокращения сразу их объединила в фенотипические группы потомков. То есть у него получается здесь... Не забывайте, пожалуйста, что мы здесь потомков с одинаковыми генотипами объединяем в генотипические группы и указываем их количество. Здесь удобнее было бы расписать решетку пинета. Я надеюсь, вы сами это без меня можете сделать. Я здесь этот этап пропустила для ускорения процесса. То есть у него получается здесь девочки, у которых нет дисплазии Лангера, нет фосфат-диабета. Один вариант генотипа девочки дисплазии Лангера без фосфат-диабета. Три варианта генотипов мальчиков без дисплазии Лангера и без фосфат-диабета. И один вариант мальчика с дисплазией Лангера, но здорового по гену фосфат-диабета. Ребята, спасибо, что смотрите это видео. Еще 60 уроков есть в нашем полном курсе подготовки к ЕГЭ. Кроме видео, он содержит конспекты по всем темам школьной программы и более 3,5 тысяч заданий в домашке. Если для вас актуальна подготовка к экзамену, вы можете найти всю информацию о нашем курсе по ссылке в описании. Жду вас на занятиях! Вернемся к тому, о чем нас спрашивали. Определите генотипы-фенотипы родителей, генотипы-фенотипы полпотомства. Мы все это сделали. Возможно ли рождение во втором браке дочери с аномалиями скелета? Ответ поясните. Вспомним второй брак. Вот они, генотипы-фенотипы потомков. Нас интересует дочь с аномалиями скелета. Вот она есть. То есть, возможно ли рождение? Возможно. И дальше нам нужно пояснить ответ. Во втором браке возможно рождение дочери с дисплазией Лангера. В ее генотипе объединились материнская X-хромосома, которая несет рецессивное заболевание. То есть, вот эта гомета. И отцовская X-хромосома, которая образовалась в результате кроссинговера. То есть, вот она, эта гомета. Нам обязательно в пояснении нужно написать про кроссинговер. Про то, что мы поняли, что гены сцеплены. Мы про него не забыли, про этот кроссинговер. И также эта хромосома несет рецессивный аллель дисплазии Лангера. Все, мы разобрались с этой задачей, разобрались с пояснением. Генотипы-фенотипы потомков определили. Все расписали. Мы молодцы.